МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На промысловых предприемствах Жлобина. Наши корреспонденты ознайомилися с озробленными выводами. На белорусском металлургичном заводе модернизация вытворчасти почалась в 2011-м. До 2015-го мерковалось реализовать широк инвестиционных проектов, что позволило бы повеличить объемы вытворчасти при одночасовом снижении себе кошту. Выконать запланованное у предприемства отрималось, но ситуация на светных рынках унесла коррективы. Завершать модернизацию пришлось в умовах сменшения попыта на металлургичную продукцию. Сегодня могутности БМЗ недозагружены на треть. С одной стороны, низкий спрос и, соответственно, недозагрузка мощностей всего 66%. С другой стороны, давляет снижение цен, которые не приносят увеличение объема для производителей. В этих условиях приходится работать, строить программы, ужиматься в расходах. За прошлый год БМЗ снижил себестоимость по различным направлениям на 97 миллионов долларов. Проблемы, с которыми в прошлый час сутыкнулся белорусский металлургичный завод, характерные для всех предприемств галины. Минулый год, например, со стратами завершили металлургичные заводы во всех краинах света. Разом с тем, как полепшить ситуацию в дальнейшем, меры необходимо принимать уже сейчас. Навод при сучасных объемах поставок БМЗ катастрофично не хапает так званых дорожных карт, свои особливых дозволов на перевозке металлу по автомобильных дорогах инших краин. Перевозки шпачугунцы повеличивают кошт кожной тонны неде на 25 евро. При том, что амаль 80% выробленного зараз поставляется на экспорт. Премьер-министр погаджается. Не реаговать на ситуацию нельга. Урештый перед БМЗ поставлена конкретная задача, и он снова повинен стать флагманом белорусской экономики. Мы этим делаем и будем заниматься на металлургическом заводе. С тем, чтобы помимо технологической, помимо такой организационно-технологической, хорошей выверенной структуры, качества продукции, мы получили и соответствующее качество экономического роста. Потому что мы очень рассчитываем на то, что БМЗ, как и было и в прошлом, станет одним из флагманов белорусской промышленности и будет давать валютную выручку в хороших объемах для того, чтобы мы нормально могли существовать вся экономика в целом стране. Акционерное товариство «Белфа» и оше одно предприемство ситуация на якем текавец керовника Урада. Побудовано и амаль 40 годов тому, и оно было различено на великие объемы с отповедным рынком сбыту. Жлобинская штучная футра и зараз поставляется на рынке Молдовы, Литвы, Румынии, Чехии, Польши, али не у вельми значной колькости. За пошли часто провели пылную модернизацию вытворчести и освоили некоторые новые виды продукции, али конкурировать с китайскими аналогами у сёровна складана, а таму зараз основный прайоритет – Россия. Летость по причине курсовых ваганий у гэты рынок не приноси узначных прибытков, али сёль эта ситуация повинна змениться. Дело в том, что ёмкость рынка Российской Федерации она самая большая на сегодняшний день. По нашим оценкам ёмкость рынка России это примерно 10 миллионов метров. Мы занимаем на этом рынке около 30 процентов, где-то примерно 3 миллиона метров, мы будем продавать в Россию. Александрова, Ольга Коновалова, Ёген Макенко, телерадио «Компания Гомель» Сажлобина. Федерация профсоюза у Беларуси на Чалезье естаршынёй Михаилом Ордой наведала на Раулянский район. Починаючи с 2006 года, Федерация шефствует над одним из самых потерпелых у вынику аварии на ЧАЭС района Украины. Кожная состреча с жихарами отримливается тёплой и душевной. Чем запомнится юбилейная 10-ая, расскажет Дмитрий Котау. Дата 26-го красавика 1986 года поделила гисторую Нарулянского района на «да» и «посля». Никто и уявить себе не мог, что гэтой весной житё людей изменится назавсёды. Мне тогда было 17 лет. Я не понимала трагедии, которая в самом деле произошла, и масштабов этого события не могли цениться тогда. Но то, что люди покидали свои насвеженные места, покидали деревни, коллективно уезжали школой, автоколоннами, в другие места, более безопасные для жизни, здоровья детей, это было. У вынику аварии на Чарнобыльской АЭС с карты Нарулянского района зникло больше, как 30 вёсок. За спадаршого обороту выведено коля 20 тысяч гектаров земли. Колькость насельництва у вынику отселения скоротилася амаль утрая. Про 30 годов люди не забыли минуле, але з упевненностью глядять у будущенью. Будуються жильё, открываются новые вытворчасти. Так, на гэтым тыдні плануется запуск новой линии награда у творальным предприемстве фабрицы «Червоный Мазыранин». Агульный кошт проекта – 26 миллиардов рублёв. Это будет универсальная линия, которая будет выпускать пастилу, суфле, взбивные конфеты, двухслойный мармелад, двух-трёхслойный мармелад, а также будут конфеты двух-трёхслойные. Вот, значит, выпуск будет 300 килограмм в час. Значит, увеличится выход пастилы. Пастила пользуется большим спросом. И мы надеемся, что мы удовлетворим все потребности покупателя. Представники Федерации и профсоюза высоко оценили якость солодкой продукции, шансы предприемства на айчинном и замежных рынках. После отбылась асустреча с джихарами, где им подяковали заплённую працу. Самым урочистым моментом стало урушение сертификата на 300 миллионов рублёв кировниству центральной районной больницы. Для закупки мебели для палат, там, где прибывают детки, там, где мамы, вот эти средства именно туда и будут направлены. То есть будем покупать кровати, будем покупать мягкий инвентарь, будем покупать тумбочки, столы, ну и всё, что необходимо. Оборудуем игровую комнату для деток, ковёр купим. То есть вот такое, чтобы повысить комфортность пребывания пациентов именно в детском отделении. За поспеховую работу по переодолению наступства аварии на ЧАЭС гоноровую грамоту Федерации профсоюзов отримал старшиня Наравлянского райбы Конкама Валерий Шляга. Если подводить какой-то итог, ну мы все вместе и это, наверное, самый главный девиз, и это девиз профсоюза, потому что у нас в основе нашей это солидарность, это солидарность во всём. Если какие-то проблемы мы преодолеваем вместе, если какие-то радости, мы радуемся вместе, мы всё в этой жизни делаем вместе. Вот этот залог, это залог успеха тогда во всём. Если мы будем вместе, значит, мы будем во всём успевать. У нас всё будет получаться. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадио-компания «Гомель» Наравлянский район. Сегодня у Гомеля хвилиные молчане ушановали память о хвяр фашистских концлагерах. Митинг-реквием традиционно пройшёл на площади Паустанья, где размещался лагерь для советских военно-полонных, где загинули больше, как 100 тысяч человек. Кожный год для памятного знака сбираются те, кому по счастью выжить у нечеловечных умовах. Сюда приходят их близкие, свояки, сябры, представники органа Улады, молодь, кабу спомнить и ушановать память тех, кто пройшёл про скруги фашистского пекла. Той факт, что на митингу было шматым молоди, я широк раз доказываю, с якой повагой ця перышняя поколення ставится до тих далёких падей. А сами былые вязни сподяются, что больше николи и никому не доведеться выпробовать жахи войны. Зараз на Гомещине проживает 4200 былых вязнёв. В областном центре их 443. Среди них и Александр Лопатин. И он делится вспоминами, которые просто шокируют. Его трёхгодового хлопчика мати литерально откопало после бомбёжки у Германии. Чисто, говорит, случайно вот интуиция материнская подсказала, тоже говорит, давай откапывать и откопала меня. Богом дано мне быть сегодня вместе с вами, радоваться этому солнцу. Протягиваем выпуск. Акция «Ты день лесу» 2016 стала самой массовой за историю ее проведения. До ее долучилися больше 80 тысяч человек по всей краине. Наш корреспондент Виталь Доги наведал пляцовки, где на этих выходных з'явилися новое зеленое насаджение. На пляцовце у 40 километрах от Гомеля гектар вырубки. Отповедно с международными экологичными нормами минавито так, про спирогной сталой драунины повинен з'явиться новый урадливый пласт. Одночасовый новый лес. А лесопосадками на этой дзялянцы займаются супрацовники комитета дзялш-контролю. Мы узнали, как лес садится, попробовали это не только на словах, но и на деле, что это довольно напряженный труд. Одновременно поможем нашим работникам леса приумножить наше богатство. Поэтому хорошо, что мы рады и довольны, что поучаствовали в этой акции и принесли пользу нашей республики, нашим детям, нашим внукам. Яшэня давна на гэты мессы узвышаліся 100-гадовые сосны. Тое, что посаджа на зараза, гэта каля 7 тысяч сажанцов уже у нашим внукам да и правнукам будзе. Прозгады тут и хвоя, и дуб, и берозы поднимутся. На невеликой одлеглости яшэ одна посадочная пляцовка. У четыры разы большая за попереднюю. Тут працавало каля пау сотни человек. Представники администрации зон отчужения и отселения, инспекции оховы живёльного и рослинного свету, областного комитета природных ресурсов и оховы новокольного осяродзя. Мы с вами дышим кислородом. Один из основных источников производства кислорода или фотосинтеза природы это производная кислорода. Без кислорода нету жизни на земле никому. Лес поглашает углекислый газ, идёт процесс фотосинтеза и образование кислорода. Одно дерево, но есть такие расчётные данные, одно дерево кормит кислородом три человека на планете. В 12 лесницах только Гомельского лесгаза на огульной площади у 470 гектаров за минулый тыдень было посаджено больше за 3 миллиона саженцев каштовных пород со специального питомника. Виталь Довгий, Дмитрий Радзянко, телерадио компания Гомель. Надыход весны на Гомельщине отзначили первым фестивалем Шпаковнив. Месом его проведения брали агрогородок Уваровичи Будокашалёвского района. Накольки комфортные умовы пропануть птушкам майстры и чим уразили у дельники строгая журы. Потекавился Олег Синцеров. Идея проведения этнографично-экологичного фестиваля работа районного совета. Тогда и выросили, что когда 2016 год культуры, то и отзначить его необходно ответным чинам. Кольки усяго было выработано шпаковню подчас подрактовки на фестивалью докладно невядомо, а ли непосредственно на финальную участку подобрали к лет 50-ти. Укожные шпаковни кажут ауторская индивидуальность. Школа мастерства выработала хату для птушки у выгляде скрипки школьники звездки Николаевка проставили целый палац для синиц. Наученцы уваровской средней школы свою шпаковню назвали универ новый интернат. Тут явно чувствуется у выпускников и кем все лета поступать у иншей научальной установы. Тем не менее этот скворечник сделан экологичным, то есть покрыт специальными материалами, которые в квартире будут спокойно жить и сделан еще по всем стандартным размером для птиц. Правда, только выработки самых разностранных шпаковнив на Будокошалевском фестивале не обмеживались. В речи говорят, пролет птушек это надход весны. Не на это по этой причине организовали еще конкурс фольклорных песенев закличек веснового цикла. Головная умова, и они должны быть характерными включены для конкретной мастер-классы. Плюс разностранные мастер-классы. Не каждый день мастер-классы по сборству шпаковнив. Кажут, что их выработал сам лучший для бабы Аги. Бабы Ага дарится сама мастер-классы и проводит. И еще один мастер-класс по сборству шпаковнив. На всего только 6 квелин, а ли местовые мастеры исправились. В наступном году они не закончены. Будут смыгаться уже с пространниками и других территорий. По словам организатора, все это этнографично-экологичный фестиваль шпаковнив свою задачу выконал, а тому в 2017 его меркуются заработать уже региональным. Во-первых, это даст возможность экологического воспитания. Во-вторых, это даст возможность показать традиционную культуру, которая присуща нашей территории, восстановить вот эту мастеровитость такую, дать возможность ремесленникам о себе заявить. Усе шпаковни, которые принимали в дело в конкурсе, ходко упрыхожить сады, скверы и иншай места отпочинку, а птушки кажуть, за это обовязково подякуюсь. На своей птушиной мове заразумела. Олег Сентеров, Игорь Мариченко, телерайду компания Гомель, Бутокошалевский район. На этом выпуск завершен. У студии працавала Наталья Игнаценко. До новых сустречу эфиры.